У Ольги онкология. Заболевание у нее обнаружили уже на четвертой, в прогрессирующей стадии. Но она, как и соседки по палате, не теряет надежду. Вы говорите про позитив, а что все-таки помогает? Жить хочется. Хочется жить на самом деле. Я молодая, я хочу еще жить. У меня только жизнь началась. Мне всего лишь 44 года. Какой? Нет. Тут бабушки лежат, которым по 75, они хотят жить, а я тем более хочу жить. Время. Главное для больных раком. То есть, чем раньше начали проводить необходимые процедуры, тем больше шансов. Об этом говорили и участники конференции онкологов. Сократить дни от подозрения на опухоль до начала терапии – это одна из главных задач, которую ставят перед собой врачи. Количество пациентов первичных увеличивается. И, конечно же, для этой категории пациентов необходима вот та зеленая улица, по которой бы пациенты максимально в кратчайшие сроки пришли, прошли до обследования и получили специализированную помощь. Под зеленым коридором имеют в виду новые правила маршрутизации онкобольных, которые вступают в силу в начале февраля. По словам главного внештатного онколога региона, если раньше пациент должен был пройти более 20 обследований, прежде чем попасть в онкологический диспансер, то теперь эта процедура станет проще. Также на конференции отметили, что в Крае планируют открыть еще четыре центра амбулаторной помощи. Они будут вводиться в строй поэтапно. Первый камня на обеих уже в 2019 году, далее в 2020 году Славгород, Заринск, Олейск. Какие функции они будут выполнять? Это диагностические функции, определение соответственного потока и диспансеризации больных. Это лекарственная терапия, в плане химиотерапии. Врачи говорят, процент онкобольных в Крае увеличивается, но при этом процент смертности удается сдержать на уровне прошлых лет. И помогают в этом не только лекарства и современные приборы, а желание жить любой ценой, как и у нашей героини Ольги. Андрей Дрейр, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...